Фабрика имени Халтурина, Бобруйск Мебель, все эти названия теперь в прошлом. Сегодня предприятие входит в структуру холдинга Пинскдрев, а это повлекло за собой ряд изменений. Самое главное, завод стал на путь глобальной модернизации. Теперь в цехах современное оборудование, оно позволяет производить высококачественную продукцию. Вот так выглядит деревообрабатывающий центр числовым программным управлением. Итальянская машина плиту превращает в готовую деталь, затем ее ждет покраска и на выходе получают готовый продукт. Предприятие развивается за счет собственной прибыли, а потому и зарплата специалистов напрямую зависит от объема выполненных работ. Как раз новые машины помогают увеличивать производительность труда с меньшей затратой времени. Появилась упаковочная машина, которая подняла намного производительность, потому что раньше эти пакеты упаковывались вручную. А теперь это все делает машина. Появилась возможность упаковать больше пакетов в смену, чем было ранее. Сколько за смену упаковываете? За смену эта машина позволяет упаковать 400 пакетов. Основа экономики – это развивающееся предприятие. А модернизация – самый успешный способ вдохнуть в него вторую жизнь. Руководство завода не скрывает. Главная задача – сохранить традиции трудовой коллектив. В цехах делают все для комфорта и безопасности. Например, водяная завеса. При лакокрасочных работах вредные остатки собираются на экране, после опадают и утилизируются. Также здесь меняют окна, вентиляторы. Сохранили на предприятии фабрику мягкой мебели. У акционеров были сомнения на этот счет, признается заместитель директора по производству. Но они быстро рассеялись. Спальня, гостиная используют микс материалов. Каркас из ламината, фасад из массива древесины. Добавились новые окрашения. Мы использовали трафаретную отделку, нанесение трафаретными материалами. Где-то использовали микс только ламинат или, допустим, двухсторонний МДФ. То есть использовались новые материалы. Правильный выбор пути развития подтверждают и цифры. Средняя зарплата за сентябрь – почти 850 рублей. К концу года по плану она должна достигнуть тысячной отметки. Список заказов расписан на три месяца вперед. В этом году мы в модернизацию вложили уже более полмиллиона евро. То есть это уже о чем-то говорит. Также следует сказать, что и на следующий год уже есть планы модернизации, технического перевооружения. И мы ставим задачу, также освоить в следующем году инвестиции на сумму около 1 миллиона евро. Основной рынок продаж – это внутренний 45%. 53% – это поставки в Россию. В планах выйти на европейский регион. Сейчас изучаются коммерческие вопросы. Максим Кеммель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова